Откуда деньги, про пассивный доход, откуда берется, это все мы говорим. Но если маркетинг-план, то он есть у нас на YouTube-канале. Видимо. Это такие маленькие, это я взяла слайдик от своего партнера, который только 6-9% она готовила, да, видео по сопровождению. Я просто дергала, потому что я, как она видит, да, такой важный момент, нельзя упускать спонсору, да, это знакомство с личным кабинетом, как делать заказ, куда нажать нужно, какую кнопку, дальше помогаем сделать первый активационный заказ, тоже спонсор помогает, поздравляем в чарках, не забываем за маленькие-маленькие какие-то действия, ну, немножко подбадриваю их. Хвалить каждый раз, опять же, маленькую победу и... Да, и неудач не бывает, да, у домичков, у них бывает только победа, либо обучение. Дальше. Проследить, чтобы новичок прошел верификацию. Это тоже задача спонсора, чтобы, ну, завершилось это все дело. Направляем новичка в школу. Спонсор дает шаблончик, да, который я вам давала, до этого скидывала, такой шаблончик дает. И по окончанию, естественно, по окончанию школы поздравляют, по каким-то школам у нас там разные бывают школы, по инстаграму и так далее. То есть спонсор должен готовить шаблоны к этим, дипломы и поздравлять. Это маленькие детальки, которые тоже нельзя выпускать. О чем говорим мы с новичком? Первое – это цели. Зачем пришел? Бывает, что ты глубоко копнул, и он может уже раскрыться. И мы можем, да, блин, проставить и дудом за 3 миллиона. Как нам, да, купить и что сделать. А бывает, что так, 20 тысяч хочу зарабатывать. Это нужно проставить. Куда идет, зачем, что хочет получить. Я могу, честно сказать, когда у него спросила, сколько ты хочешь зарабатывать в этом бизнесе, я сказала 20 тысяч. Я думала, что я и 20 тысяч не зарабатываю. То есть я только новичок, вот еще, ничего не понимала. Но у меня был какой-то один тип. Ты же 5 сказал. 20. 20. 20 лет за 20 сказал. Ты что, на этот низко? 20. Дальше. Общие интересы. Всегда есть общие интересы. Погода, она тоже общий интерес. В одном городе одна погода, в другом городе другая погода. Но чтобы понимали, что по ту сторону. Вот я всегда, когда у меня партнеры спрашивают по сопровождению, не понимаю, как выйти из этого состояния. Вроде я все делаю. Скинул шапу, он должен уже был, посмотрел в воду. Все будет нормально, все делаю. Ну вот что-то не то. Я всегда говорю, представь себе, что по ту сторону экрана сидит человек. У него свои кредиты, у него свои проблемы, у него свои родители, у него свои дети, свое окружение, улица. Он любит свою еду, свои вкусы. И когда мы ориентируемся, мы не на просто скинуть информацию, которую дал спонсор, а ориентируемся именно на человеческие отношения. Ведь у каждого из нас есть друзья. И мы же с ними не общаемся, как нам сказали кто-то. Вот этот дадим файл, вот этот следующий дадим. Мы с ними общаемся, потому что нам реально интересно, что этот человек делает. Как он женился, что у него в семье. Нам это интересно. И когда этот интерес искренней, то общий интерес находится прям моментально. Когда реально очень интересно. А еще такой важный пункт, который я не делаю. Если человек не ответил на мое первое задание, я не буду повторять ему это задание второй раз. Написал список знакомых? Нет. Ты написал список знакомых? Нет. То есть я переведу. Значит, человек не понимает, зачем ему этот список знакомых нужен. Значит, вернемся на пункт назад. Посетил его, давай еще сегодня расходим. А с какие цели я пришел? Что хочешь, чтобы получилось? Значит, он этого не понимает. Если он еще не идет на действие. Но я сейчас говорю, ну, есть такие люди, которым вообще ничего не надо, да? Я говорю про тех, которым что-то надо. То есть я не повторяю один и тот же вопрос, если человек на следующий, на предыдущий либо промолчал, либо не ответил. Ну, либо ответил как-то так. Даем ответственность маленькую. На данный момент даем ответственность. Маленькую, пассивную. Слушай, помнишь, я тебе давал видео про карты? Можешь сейчас его в чат покинуть, у меня под рукой нет. То есть ориентируется на то, что он уже чем-то полезен. Пускай он маленькие какие-то действия, но он уже командный игрок. И в этот момент еще идет, как это сказать, отсортируем, да? То есть те люди, которые готовы что-то делать, и те люди, которые как бы, ну, вообще промолчат, ничего не скажут. Говорим о команде. Я человек ленивый. Я не хочу сопровождать всех, ну, очень долго, да? Я хочу сделать таким образом, чтобы моя команда росла самостоятельно. Поэтому я говорю о команде. То есть я говорю о людях в этой команде, о директорах в этой команде. Мне хочется, чтобы все мои партнеры и директора друг друга знали. Тогда у них становится вот эта единая ценность, какая-то формируется. Даже уже на уровне новичка они уже знают там директоров, которые хорошо рекрутируют, директоров, которые хорошо говорят, директоров, которые хорошо работают по теплому, и так далее. То есть они уже немножко, ну, формируют такую картинку. Ну и про ценности, естественно. Как начинать говорить про ценности, как это делаю? Я начинаю с себя. Да, какие у меня ценности, зачем я пришла, что я хочу получить. Очень часто вот на эти вопросы, когда рассказываешь про себя, формируются, у них тоже какие-то свои ценности. Сейчас будет школа, про Дима расскажет, про школу. Когда там чего нажимать, да? Интересно вообще, информация полезна? Да! Школа Япрофия. Школа Япрофия идет у нас новичок после того, как он активирует личный кабинет, то есть делает заказ через личный кабинет. Школа у нас бесплатная, на нее они не влазят, но он должен сначала сделать какой-то активационный заказ, чтобы активировать свой номер, свой личный кабинет. Школа у нас, она вообще для чего? Ну, в первую очередь, мы работаем или сопровождаем, с командой работаем удаленно, онлайн. И человеку нужно привыкнуть работать онлайн, потому что, ну, сейчас еще развивается, конечно, интернет-индустрия, но люди, во многом, не привыкли еще работать, именно работать, относиться как к работе, интернет, да, к этому относиться так. Поэтому для того, что, для чего она нужна? Для того, чтобы человек привык работать онлайн, чтобы он нашел время для работы онлайн, чтобы какую-то системность вывесил, чтобы он нашел удобное какое-то соотношение времени. Школа нужна для того, чтобы показать масштаб. На начальном этапе, потому что, когда он приходит к нам в команду, он там попадает в чат, это понятно для всех, кто здесь на нас не видит. В школе мы показываем масштаб команды, что команда маленькая, что много людей, добились результаты, чтобы показать результаты в команде. Для чего еще? Показать и научить пользоваться инструментами компании. Это сайт, да? Научить пользоваться сайтом, объяснить, как заводить, как найти там нижнего ключевого, квитового партнера последнего зарегистрированного, как зарегистрировать его, ну, вообще пользоваться сайтом, как заказ оформить там через сайт. Сформировать платформу для работы в интернете. То есть, как оформить странички в соцсетях. И самое главное, это потом, как научить его работать в этих соцсетях, научить работать через интернет. Вот это, наверное, какие-то основные моменты. Для чего вообще нужна школа? Потому что, чтобы вы понимали, школа – это не волшебная палочка. И в любом случае, все происходит в личке. К чему я сейчас на него не обратил? Школа – это техника. То есть, чтобы упростить, как вам соблюдать. Это такая, ну да, система просто, которая она дается, ее отрабатываешь, но работу в живую, да, ее никто не отменял. То есть, обязательно общение, личку, там, где писка, или голосовое общение. Это очень важно. Это никто не знает. Школа, структура школы, из чего она у нас состоит. Много там уроков у нас в нашей школе, но как бы основные такие моменты – это какие? Это приветствие. Приветствия, что идет? Там обязательно рассказывается о том, что школа – это что такое? Это видео уроки. То есть, человек просматривает эти уроки, потом делает по нему ответ. Там задание дается, у нас по каждому уроку дается задание, человек отвечает на это задание. И тогда ему спонсор, уже опять же спонсор отслеживает его прохождение по школе, он ему дает доступ к следующему уроку. Ну вот там приветственных, как правило, идет это сразу, откуда деньги берутся. То есть, объясняется человеку 8 видов находок, рассказывает, как здесь можно заработать деньги, чтобы было понятно четкие алгоритмы истории нашей организации, истории нашей рекламы, как это уже достигли результатов. Вот опять же, вот этот масштаб, то есть, человек сразу видит, чего здесь можно добиться, чего заработать. Потом такой блог идет по, ну, это, наверное, тоже приветствуемо, знаете, себя, по работе с сайтом. Это лено по блогу, мы просто выходим сейчас. Да, я вот общий, это как раз отработа с сайтом, как найти последнего человека, ну, и как зарегистрироваться вот туда, как заказы формить. Ну, по международному спонсированию, полностью информфолиз, как снять вот такие вот все организационные моменты. Дальше обязательно, следующим моментом идет по работе с теплым рынком. Урок по работе с теплым рынком. Потому что следующий там будет этап, это формирование платформы, то есть формирование страничек. И до рекрутинга по холодному рынку должно пройти какое-то время. Потому что не пускаем на новичка работать, рекрутировать в соцсетях, пока у него не готова платформа, пока у него бронежилет не готова, пока он не знает, как работать. Пока странички не готовы обязательно. Спонсор проверяет все его страницы в соцсетях. Дальше я скажу, как рекрутингу мне есть слайд такой. У тебя есть. Ну, хорошо. И, ну, в это же время ему что-то нужно делать правильно. Он не может сидеть и ждать, пока у него странички расходятся. Он работает с теплым рынком. То есть обязательно первое задание ему идет, список минимумных сетеконтактов по теплым рынку. И дальше он со спонсором уже этот мой список прорабатывает. Ну, я уже более подробно расскажу. Ну, естественно, это рекрутинга. Еще личный бренд есть же, да, в виде, ну, у нас тут нечего. Ну, личный бренд, да, он тоже входит в состав, как бы, в работу, наверное, с теплым рынком, потому что он начинает с своих, там, своих личных страничек, ведь многие же уже приходят, есть страничка, есть страничка в Инстаграм, они уже как-то там знакомые, или в эфире есть сюжет. Начинает с личного бренда, раскручивать личный бренд начинает, то есть по работе, по раскрутке личного бренда тоже есть свои уроки. Ну, вот. Что там? Самый главный, да, есть теплый рынок и личный бренд, это начинают с самого начала делать. А рекрутировать страничек они не начинают сначала, поэтому нужно создать. Здесь следующий блок, это создание аккаунтов в соцсетях. Три соцсети у нас идет на выбор в Школе Япрофи. В ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, да, ну, как правило, выбирают для себя две соцсети, в которых удобно, и там уже работают. Ну, опять же, работать начинают только после того, как странички готовы, и уже сформированы. Дальше, на самом деле, несколько уроков, таких общих, как бы, общих знаний, как ЛТО, уроков там, как лучше, легче создавать авторолог, да, сопровождение, и там, по ассортименту продуктов тоже у нас есть урок. Такие первоначальные навыки для того, чтобы, ну, было уже проще человеку работать. Школа Япрофи у нас автоматизированная, систематизированная, мы очень плотно, вообще, в своей работе используем приложение Telegram, может быть, знаете, все, наверное, все уже, наверное, пользуются, там сейчас очень широко входит в обиход, во-первых, очень простая программа, такая она, ну, это не программа, это приложение, ее на телефон можно установить, можно на компьютер установить, знаете, кто знает, поднимите его, чтобы не расслабить, а, ну, все, все, наверное, знаете, в главном сообщении. Так как в основном выглядит, то есть, мы создали, там, такой он год в Telegram, то есть, в одном чате, один чат, это по школе, там, новичок проходит этот чат, и там его периодически, вот эти вот уроки, и сначала первый урок проходит, он по нему ответ, там нажимает кнопочку «Отправить ответ», он отвечает на него, в другом чате спонсор смотрит этот ответ, либо подтверждает, или не подтверждает его, и пропустил ответ не выхрагивание. Подтверждает, дальше, к нему, новичку приходит следующий урок, и вот таким вот образом он проходит по всем урокам, и потом этот чат у него остается, он может, если забыл с чего-то, вернуться к тому уроку, посмотреть, какие-то заново, или еще что-то, то есть у него уже вот эта вот база, его знания, вот эти книги, да, которые называют, качество, и первым уроком, если что-то, ты можешь вернуться, полистать и смотреть, на какое-то правило забыл, по-русскому языку, например, вернуться, рассмотреть. И здесь то же самое, ты какой-то момент забыл, где-нибудь в чате взводил, то есть это не к нему пропадает, он в телефоне всегда доступен, остается, всегда он может этим пользоваться. Также в Телеграме, в этом же приложении, у нас есть система чата. Вот, в первую очередь, когда новичок у нас приходит в команду, например, попадает в активный чат, в общий чат всей команды, там очень много народа у нас, почистили немножко. иногда переезжаем, да, то есть делаем такую чистку, а когда переезжаешь, те, кто неактивные, они остаются в старом участке, потому что там ищут, кто где здесь, где все, а все уже переехали в другой чат, но это общий чат, то есть всегда там активный чат, там лидеры, там активные новички, и вот он там работает, он там крутится. Дальше... Не все директора, конечно, сейчас добавляют в этот чат, потому что нет смысла, у них уже свои активные чаты. Но вот один общий чат, он присутствует в любом случае еще. В чат есть отдельный персональный группу, то есть только те команды, которые еще не вышли на директорский уровень, то есть они в чате персональной группы. Дальше мы смотрим уже по лидерам, если уже какой-то лидер появляется, его ярко видно, он растет, он в другой, на многопроцентном уровне, он уже потом дальше создает свой сайт, свой чат, свой лидерский чат, своей персональной группы, который в данной со своими крючком туда добавляет. Ну, это вот чаты по директорам, то есть у каждого директора есть там свои чаты. Есть отдельно директорский чат общий, то есть где только директор акций, то есть такой стимул. Там с 18% уровня мы добавляем людей, именно с отрывом, активные, сильные партнеры. Это директорский самый честно активный чат вообще. Да, за одну минуту, больше 60 сообщений приходит, пусть не дальше, и порой даже писать. Чат двигателей структуры, это Джамилья написал, это слайд двигателей структуры, он называется мощный, я не устала писать, как вы, сюда. Не обязательно, да, не обязательно, там могут быть директора, это могут быть какие-то вот новички, которые там уже идут. Новички, это те люди, которые готовы принимать участие в развитии проекта. Не все директора готовы, да, делать это, понимаете, есть те, которые хотят, и они где-то. Что-то придумывают, да, там свое новое, какие-то новшества, то есть участвуют активно в развитии. Также чаты есть тематические, у нас сейчас хотели, тоже чаты по здоровому образу жизни, мы разговариваем тех, кто кого есть подписка в Элмос, и там делимся своими эмоциями, секретами по похудению, по спорту, еще что-то. продуктовый чат, чаты по территориальной, территориальной принадлежности, да, там Шармонежский чат, а зелье есть, московский чат, по городам. Есть отдельный мужской чат, там у нас только мужчины, порядка 700 человек у нас там в команде, ну понятно, там активных не так много, но тем не менее, когда мужчины приходят, когда их приглашаешь в команду, да, они думают, там, ну что там, мужиков, наверное, не так, приходят, да, все 700 мужиков, они разговаривают, мужчины, привет, ну, то есть, вот это как-то стимулирует, куча к работе, отдельно женский чат, или там, девочки, девочки, там такой чат называется, и они еще, да, это порой даже, как краснеешь, когда жене в телефон заглянули, у меня там нет, да, это там есть, но у нас порой директорский чат, он превращает в чат девочки, в какие-то девочки, ну, вот таким образом выглядят вот эти все чаты в телефоне, это я вам сделал здесь две картинки, но дело в том, что это все вот в одну полоску, я просто стал третью картинку делать, то есть там очень много-много-много, и мы во всех чатах присутствуем, то есть там, во всех чатах по городам, в чатах по тематическим, все каждое структуру, вот, и все, мы разортируем для наших проблем. И дальше. Выход в рекрутинг, да, как начинает человек работать, уже рекрутировать. Вот он прошел школу, вот он написал список знакомых, он даже не так, он начал проходить школу, у него на холодный рынок, он выходит, как мне написано, да, здесь рекрутинг начинается только с момента написания списка, как только человек скинул скрин, что он написал, мы начинаем работать с теплым рынком. И, как правило, первые регистрации, ключевые регистрации, это теплый рынок. Я помогаю сопровождать, да, своим партнерам сопровождать теплый рынок, чтобы они понимали, как это пододвигать. Потому что, в принципе, может быть, даже новичок уйдет, а теплый рынок останется. На холодный рынок мы не выходим, пока не готовы странички. Это 100%, то есть такой табу, который они делают. То есть, если спонсор проверил, страницы не готовы, он сидит дальше и их развивает. Как развивать? У него в школе, да, все эти уроки есть. Имеет, как минимум, две соцсети для рекрутинга. Важно, потому что две соцсети дадут какой-то выклад. Если замыкаться на одной соцсети, был у нас, да, период, когда мы замыкались на одной соцсети, поступил момент, когда вы немножко стопор пошли. Куда еще делать дальше? Спонсор проверяет странички обязательно и созвон в скайпе. Перед тем, как начинает рекрутировать, одевается бронежилет, что говорится, да, на этом созвоне. Зачем рекрутировать, какая у тебя цель, какой у тебя будет темп. Дальше, что будут отказы, важно, да, потому что, чтобы он готовился к этому, что будут те люди, которые там скажут нет, да, и как с ними работать. За что нужно говорить? Дальше, что у нас? Не работает. Оп, так. Дальше, что, это то, что общее, да, было. А теперь, что конкретно он делает, когда выходит на рекруте? Теплый рынок имеет 10 диалогов, спонсор контролирует, часто в ПГшке у нас скидывают скрины диалогов свои и вместе все обсуждают, что вы сказали, что вы не сказали. А дальше, 3000 подписок в Инстаграм, если уже готовый, да, холодный рынок уже готовый. 10 диалогов в час в Инстаграме он ведет. 10 диалогов, не просто кинул, там что-то здесь, 10 диалогов ведет. Это могут быть диалоги по тематике какие-то, да, то есть, ну вот, это важно, потому что 10 именно диалогов, они приведут к регистрации, это 100%. Если 10 холодных каких-то действий совершенных, то, естественно, они не приведут никакого к чему. Где это ищут? По геолокациях, а что их в общем интересы? Дальше, ВКонтакте добавляем в друзья, это 25-30 с одной странички, это если страницы позволяют. Здесь, ну, нет четкой цифры, потому что у каждого по-разному. Кому-то дает это, кого-то блокирует, поэтому тут нужно контролировать именно конкретные действия. Но если человек рекрутирует ВКонтакте добавляем в друзья, то там должно быть не менее 10 страниц. То есть, если он идет рекрутировать там. И посты. Каждый день минимум 2. Когда я начинала, это можно было не делать. Можно было сделать перепосты откуда-нибудь, с какой-нибудь группы, с какого-нибудь лидера, и все отлично, у тебя страничка живая. То есть сейчас это уже не действует. И очень часто, сейчас кто-то скажет, да, новичку нечего показать, новичок не знает, что сделать. Очень часто читаешь новичка, зачитаешься. Если он пишет, то, что, ну, если ты помог ему раскрыть, да, и написать, что. Вот у меня есть партнера, которым, я не знаю, что писать, какую рубрику сделать, она идет на английский язык. И один раз у нее был выложен пост про то, как, например, научиться, как начать заниматься с ребенком английским языком. Я говорю, если ты это сделаешь в рубрике, то это будет интересно. Система, да, везде важна система. Если ты это сделала один раз, то как бы никто не заметил. А если ты это делаешь в системе, то тебе и будешь подписываться, да, по хэштегу учу английский язык, мы начинаем учить, то есть, ну, вот мамочки, которые начинают язык учить, да, с детьми, то им это будет интересно. То есть, немножко голову включать. Раньше можно было это не делать, но сейчас уже другое время, когда человек придет на человека. Дальше. Десять диалогов, одна регистрация в день. Диалоги скидываются в чат, и хорошие, и очень хорошие, потому что человек замыкается, да, с ним очень хороший диалог. Нужно объяснить, почему. Переход от новичка к партнеру. Как происходит? Партнер – это не лидер, это партнер, то есть, в котором ты уже как бы более активно работаешь. Этот человек постоянно в чате, он не то, что с утра до вечера сидит, но он отвечает на твои вопросы, то есть, он среагировал на твои действия какие-то. Дальше, это делать 150 баллов. Новичок еще может не делать 150 баллов, но партнер уже делать должен 150 баллов. он уже понимает зачем, как, и делает это регулярно. То есть, не один раз забыл, а регулярно. Берет ответственность, маленькую, регистрация, скинуть палец, я партнеру даю регистрацию, то есть, чтобы он зарегистрировал вниз. Опять-таки, до этого я маленькие какие-то делала предпосылки, да, то есть, там, посмотреть, берет на ответственность или нет, сейчас я уже активно даю. Дальше, начинает вести вводные, с 9% уровня это обычно происходит, но бывают случаи, когда из 6%, как Тина хорошо говорит, он тоже может вести вводные. Попадает в лидерский чат, в лидерский чат, это не директорский чат, это лидерский, в котором идет более такой, знаете, вот моя задача сделать таким образом, чтобы в лидерском чате они сдружились друг с другом очень крепко. Дальше, ежедневно рекрутируют, вот этот пункт, я писала просто слайды, температура была 39, не знаю, почему я ежедневно рекрутируют поставила вниз, это должно быть первый пункт, партнер мой, это тот, который ежедневно рекрутирует, то есть, я знаю, что он рекрутирует, как отличить человека, который рекрутирует, от которого говорит, что рекрутирует, вопросы конкретные, то есть, он мне скидывает скрин и говорит, что мне тут написать, что мне ответить, вот он мне написал, а я не знаю, Я здесь человек уже обработал, а я не знаю, что сделать. Скидывай скрин. Человек, который говорит, что он рекрутирует, на вопрос «давай кидай скрин», что он говорил, сколько человек сегодня обработал, он начнет искать причины, почему не сделал. То есть поэтому это человек, который ежедневно именно рекрутирует. Вот, важно, как делать так, чтобы человек ежедневно рекрутировал. Да, тоже вопрос бывает. Первый пункт, который мы, помните, с вами говорили, цели и полная презентация бизнеса. Она очень многое решает. Если это дошло до новичка, донесли, то ежедневно будет рекрутировать и без вашей помощи. И ходит на обучение, естественно. На все вебинары, он знает активные вебинары, нужные вебинары, так далее. Переход от партнера к лидеру. Ну, это, конечно, такие условные моменты, потому что в любом случае идет какая-то индивидуальная работа. Ежедневное общение в личке. Что значит ежедневное общение в личке? Как правило, с лидером не нужно общаться целый день. Он уже и так самостоятельно знает. Но ежедневное общение в личке, это значит, что я в любой момент напишу ему в личку, и он мне ответит. То есть у меня возникла какая-то... Вы никогда шептушкину знаете, наверное, да? Я только начинаю писать ей какую-то идею, она уже ее в чат выкидывает. Она уже за меня все делает. То есть человек, который в любой момент готов принять от меня информацию, который... Мы с лидером гораздо меньше общаемся, чем с партнером. Но он готовый. То есть он всегда готов принять. Персональное обучение. То есть с лидером я персонально общаюсь. Я общаюсь, выхожу в скайпы, созвоны постоянные. И я доношу ему даже больше не рекрутинг, как рекрутировать. Лидер знает, что ему нужно делать. А именно там, как провести презентацию бизнеса, как вести диалоги, чтобы он мог это передать. Уже не сам завести, а чтобы он мог передавать. Как выращивать лидеров. То есть очень часто у лидера появляется регистрация, а что с ними делать дальше, то есть возникает вопрос. То есть это кулуарное общение с лидером. Лидеры не все. И даже в структурах, в ветках бывает, что много партнеров, но лидеры не все. С лидерами отдельная работа. Даже когда про чат говорили, да? Директорский чат много людей, а вот мощный чат идейных, это не все. Не все даже те, которые директора. Дальше. Авторитет в чате. Лидер это тот человек, который авторитетен в чате. И я сделаю все для того, чтобы он был авторитетен там. Я максимально приложу усилия для того, чтобы это было. Я передаю лидеру уже планерки. Сначала через день, через раз, через неделю. Потом уже он полностью берет. Я уже подхожу костю. Всегда передаю ответственность. То есть там я даю ответственность, да? А здесь уже лидер берет ответственность. Нет, у меня там слайдик был. Берет ответственность. То есть там я даю пробую, а здесь он уже сам берет, задает вопросы и получает, да, эту информацию. То есть он уже автономный человек. Ведет командные скайпы. Вот командные скайпы очень важный пункт. Я не знаю, проходят у вас они или нет. Очень сплачивает команду. Когда я постструктурно собираю там по нескольку человек, мне важно, чтобы именно пришли прям активные несколько в этой веточке. И, ну, это такие скайпы, которые, ну, три главных вопроса, да? Там возникает, там, что делаешь, да? Там, если возникает, он говорит, я начинаю такое рекрутировать, мы немножко поговорим про рекрутик. И сплачиваем команду, да, чтобы они друг друга знали. А если он говорит, ну, уже структура начала рекрутировать, нет регистрации, опять обсуждаем, почему нет регистрации. Дальше появились регистрации, нет партнеров. Обсуждаем, что делать с этой ситуацией. То есть, ну, моя главная задача в этих скайпах, чтобы они между друг другом знали. Очень часто, знаете, приходят структуры, и новички приводят, там, партнеры. И мой первый вопрос бывает, там, познакомились со всеми. Я говорю, Таня, кем тебе приходится Настя? Ну, не знаю. А кто она для тебя? Я знаю, что она вышестоящая, да, по цепочке. То есть, я понимаю, что, значит, нет командной игры, работы нет, значит, если они друг друга не знают. Я говорю, кто твой спонсор? А вот там, Катя, мой спонсор. И все, как бы, знает, кто ты спонсора. И очень хороший вопрос, очень хорошо работает, и начинают они такие анализируют, там, точно, я же должен еще кого-то там знать, еще куда-то идти. И спонсоры, и большестоящие в это время, они тоже понимают, что под ними уже есть спонсоры. Поэтому командные скайпы, если нет, это очень хороший инструмент, который очень хорошо организовывает команда. Все мои структуры, в которых были командные скайпы, они очень сильные и крепкие. Вот в тех структурах, которые командные скайпы я проводила меньше, приходится, они болтаются. Дальше. Лидер структуру знает лицо, и новички, и все остальные. Так, важные еще пункты, да, в выращивании лидера. Лидер – это не тот, кто выше, лидер – это тот, кто лидер. У меня могут быть там 22%-ник, который ничего не делает, но под ним будет 15%-ный менеджер, с которым я буду работать. Я, естественно, передаю ответственность ему, 15%-нику. Сразу за всю команду. То есть он, знаете, в момент нужен тогда, когда я уже не важна. И дальше я скажу об этом. Авторитет лидера непоколебим. Даже если я вижу, что лидер что-то неправильно говорит в чате, я в чате об этом не скажу. Я его поддержу, немножко скорректирую, я его предотвращаю, но в личке я могу ему сказать, как нужно делать и что нужно сказать. Все у нас новички знают лидеры ветки. Часто бывает, что знают только лидеры и спонсоров. Дальше кулорда в обращивании, да, идет, то есть в личке непосредственно. К чему обучать? Что должен уметь лидер? Ну, это и новички должны, да, но и лидер. Это научить говорить про бизнес, чтобы вот его на улице остановили, а он знал, что сказать. А не так там, чем занимаешься, ну, умеет лидер. То есть он должен знать, как рассказать про этот бизнес. И теплому рынку, и холодному рынку, и теплому теплого рынка. Не переживая, не волнуясь, да, вот легко рассказать. Что это помогает делать, да, в этот момент? Это презентация бизнеса, это ВВО, которое постоянно проходит. Это полежаевая, да, у нас есть, ну, наверное, у всех есть в печатном варианте, да, есть презентация ближайшая. И это в школе менеджеров у нас дается тоже, там есть и спикерство, и так далее. Научить работать с возражениями, потому что, чтобы для него возражение, это не была проблема. Вот, чтобы он понимал, что, как для нас, да, вот, не проблема же, а возражение. Чтобы вот у лидера тоже это было понимание. Что дает, да, как помочь это. Я сейчас сюда не вписала, ребят, личное общение. Вот по всем этим функтам очень важно еще личку, чтобы доверие было, чтобы он задавал вопросы вам. Это бухтияров, это тренинги, это школа менеджеров, онлайн-тренинг, который проходит. Дальше, научить, приглашать людей. Ну, это и школа Я-профи, это личное общение. В принципе, как рекрутировать, это второй и первый вопрос, потому что сейчас очень много информации, уже есть лички, которые сами ищут информацию. То есть, как рекрутировать, это несложно. Дальше, научить, мечтать. Такой пункт, я по себе сужу. Я приходила, я мечтать не умела, не хотела и считала, что это не комильфо. Научилась. Субтитры создавал DimaTorzok